МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что сейчас мы вам покажем, это, по сути, тот базовый функционал на интернет-мобильном банке, который я придумал на данный момент в тренинг-бол. Потому что развитие интернет-мобильного банка мы разбили на, условно говоря, три этапа. Это тот же первый этап, который мы сейчас пытаемся, ну, планируем предоставить клиенту. На данный момент сейчас проходит бета среди сотрудников банка. Проходит она уже достаточно успешно. И в конце ноября мы планируем уже завернуть бету на клиенту в банк. Итак, наверное, я немножко вернусь к истории. Буквально год назад у нас был интернет-банк достаточно со скромным дизайном. Он сначала себя большим функционалом, но мы посмотрели на это и решили, что нужно сделать косметический ремонт. Так, и запустили дизайн интернет-мобильного банка. Добавили эмоциональную составляющую для всей этой истории, чтобы клиент мог, скажем так, ему было приятно и удобно пользоваться своим интернетом, мобильным банком. Мы добавили фон, который меняется в интернет-банк. Клиент может его поставить, выбросить из шести разных фон, понравившихся. Сделали персонализацию, то есть у него появилась там аллатарка и имя. Добавили элементы быстрых кнопок. То есть по каждому продукту клиент мог на главной странице быстро пополнить, оплатить этой карты или перевести с нее. И дорабатывали, в принципе, необходимыми функциями как открытие вкладов, создание собственных плагинных паролей, ну и добавили чек-балл с топом на главной странице, чтобы удобно не пользоваться. За текущий год мы полностью были угрожены ничего нового в интернет-банк, потому что мы писали платформу полностью с нуля. Все бизнес-стребования и все решения, которые мы сделали в новом интернет-банке, они были не на базе текущего интернет-банка, мы полностью пересмотрели и взаимодействовали с АБС системы банка. И фронтовая часть, она была, в принципе, реализована по тем, которые мы, в принципе, решили реализовать для клиента. Страница входа, она... На странице входа, как вы видите, есть виджеты социальных сетей, то есть клиент может заказать стандартным способом через плагин и пароль, либо что он может привязать социальную сеть, которую он пользуется. Астеризация, она проходит в следующем образом, где вводят, изначально, вводим пароль от интернет-банка, далее, в период социальных сетях, авторизуется Фейсбук, ВКонтакте, ВКонтакте. И, как и в принципе, при следующем входе, он нажимает просто икону Фейсбука, получает это на разверток доступа от банка, подтверждает это и осуществляет полосу вклад. Обычно, но мы рассчитываем, что этим будут пользоваться клиенты, которые там либо на работе, либо дома пользуются соцсетями, и в принципе на них те же девайсы. Ну, или компьютер, планшет, может быть. Что касается структуры внутреннего интернет-банка, мы, главное, становимся реализовывать таким образом, что она, в принципе, представляет собой некий конструктор, который клиент может себе установить по своему вкусу, желанию. То есть, решается от клиента, что им надо, что им не надо, мы решаемся обязательно решить право ему. На главной странице есть блок продуктов, где он видит там все свои вклады, счета, карты. Он может регулировать видимость этих продуктов на главной странице. Здесь же он может открыть новый продукт. и, в принципе, поменять некую, скажем, гамму фонов. Это тренировщик. Сейчас. По продуктам. По продуктам у нас очень много продуктов, которые доставлены клиентам. Ну, есть дополнительные карты, допустим, да, основные карты, и клиенту иногда сложно ориентироваться, какой из них основной, какой из них является дополнительный. Какие продукты, в принципе, связаны. В новом решении мы, как раз, клиенту предоставили эту возможность сразу видеть как основной продукт, так и дополнительный продукт, который конкретно реализован. Возможно, это счета. У нас есть какие-то плюсы, которые хотят за деньги в плане. Что вам еще рассказать? А, по поводу видишь, что ли. Видишь, мы пока в основную версию на данный момент отпустили в семь. Это избранные платежи, шаблоны, которые клиент создал в интернете или мобильном банке. И остальные видишь, это обмен валюты. Клиент может, в принципе, тоже сконвертировать, либо открыть валютный счет, тоже в интернете или мобильном банке. Видишь, друзья, если клиент привязал в социальную сеть, либо же из телефона книги загрузить в своих друзей, то он, в принципе, может сделать переводы либо по аккаунту в соцсети, либо по номеру телефона. На первой рейсе мы сделаем возможность перевода клиенту банка по аккаунту в соцсети и номеру телефона. Ну, в будущем мы планируем сделать внешний перевод по аккаунту в соцсети и номеру телефона. Видишь, последние операции, это умолчание онлайн-операции, чтобы мы тоже поставили эту операцию в онлайне. Календарь событий предполагают предсветительные финансовые вещи, которым, если кредит, то дату и сумму угрыша в платежа, если это вклад, то сумма на численный процент, как угрыша в линк, так что он может установить и свои события. Добавили виджеты идей. Нам очень много идей и пожеланий обращают со стороны клиентов. Приходят, и мы решили, что было бы здорово, если бы они могли эти идеи написать на банке и тут же, в принципе, голосовать за чужие идеи и дотворять некие какие-то свои решения, которые были бы удобны. Также мы сможем таким образом понимать, куда нам двигаться, где нам нужно усвоить какие-то незачеты и, в принципе, получать некие какие-то новые оптики от клиентов. Виджет – анализ расходов. Анализ расходов – это, ну, как сегодня уже обсуждалось на форме, это некая зачаточная форма вебрама, где клиент видит свои инфраторы по категориям. Сейчас я покажу. Деализация – это полностью на нашей стороне. Ну, в принципе, почему здесь мобильный интернет-банк показывали? Потому что у нас функционал полностью совпадает интернет-банки с мобильным банком. То есть по функциональности мобильным банком ничем не совпадает интернет-банк. Клиент может посмотреть, на какие категории он пройдет больше всего и также запланирует идти в такой свой бюджет по определенным категориям расходов. То есть он сам может определять тот набор категорий, по которому он хочет реально отслеживать свои фразы. У нас есть также сделок полностью акций от партнеров Геобанка. Есть онлайн-чат. Вот интернет-мобильный банк, о котором мы с вами говорили. На наш взгляд, это вещь нужная и полезная, и клиенту, наверное, ну и зачастую бывает проще написать в банк, чем нежели звонить или идти в отделение. Меню настройки безопасности и удобства. Здесь клиент может, в принципе, ну ничего такого нового не придумывали. Клиент может инвести какие-то свои данные, поэтому для ИСГМП может сам управлять настройками среды безопасности, установить лимиты на операции интернет-мобильного банка, так, лимиты на карточные операции. Для остальных, если данные там по автомобилю, и так далее, задача по другую дату. Что мы можем сказать? По продукту, по управлению кредитами, а для клиентов, у которых уже есть кредит, мы сделали некий такой график, который позволяет бить клиента, сколько он дальше, ну, продлинуться по погашению данного кредита. Мы можем посмотреть график своих платежей, где, в принципе, при желании, мы можем подать заявку на кредит и получить ее онлайн. То есть, если у нас уже есть задолженный кредит, то мы, в принципе, начинаем сразу на счет открытый в МТС-мобильном банке. Открыть вклад в онлайн мы можем уже буквально за скачет, после этого года, даже на текущей платформе. И у нас будет возможность подачи заявки на МТС-мобильном карте. То есть, он заполняет поляра, квалифицированная нужна карта, указывает отделение, и в этом отделении, в принципе, может быть партнер. Не знаю, на самом деле, что вам еще рассказать, он понимает, что... То, что у нас реализовано, это есть в другую степень большинство банков предыдущих. В принципе, мы старались сделать для клиентов. Новый интернет-мобильный банк, во-первых, он будет на единой платформе. То есть, вся операция, когда он совершает мобильный банк, он будет на данной банке. И наоборот, функционал он старается насытить. И да, мы еще перенесли платок, который мы получили по мобильному банку. На текущий мобильный банк у нас есть возможность быстро обратить платеж по шаблону. Клиент-перевод. Время для проведения этой операции достаточно, ну, там, 5-8 секунд. То есть, у нас есть 5 чередей. Клиент покупает авторизацию, присет телефон. Через шейф у него отображается список шаблонов. И свайк ему оплачивают платежки. Свайк мы еще также используем продукт для мокировки. Так же для выполнения данного продукта или снятия средствами. Ну, в целом, это так. Субтитры сделал DimaTorzok